На прошлой неделе Сенат США одобрил новый санкционный законопроект, часть которого, если она будет принята президентом Трампом, нанесет ощутимый экономический удар не только по России в первую очередь, а также, как ни странно, по американскому союзнику Германии. За эти санкции проголосовало 98 сенаторов, против высказались двое. Согласно этой части законопроекта могут быть введены санкции против немецких и других европейских компаний, которые сотрудничают с Россией в энергетическом секторе. Самое важное, что находится на мушке сенаторов, это гигантский 11-миллиардный российско-немецкий проект «Северный поток-2». Этот трубопровод, по идее, должен будет ежегодно экспортировать около 55 миллиардов кубических метров российского газа в Европу. Мотивов у сенаторов два. Первый – политический. Сенаторы действительно считают, что санкции, введенные Обамой после российской кибератаки во время американской предвыборной кампании в 2016 году, слабые и не действуют на Россию. Дескать, надо усилить санкции так, чтобы России и другим странам по-настоящему неповадно было совершать новые кибератаки в будущем. Плюс к этому, сенаторы хотят наказать Россию за военную поддержку, оказанную Асаду. Хотя уже были введены различные санкции, связанные с российской деятельностью в Украине, до сих пор не было введено санкции против РФ в связи с ее военной деятельностью в Сирии. Видимо, сенаторы решили, что пора наказать РФ и за Сирию тоже. Второй мотив – чисто экономический. Американские власти вместе с Прибалтикой, Чехией, Венгрией, Словакией, Румынией, Польшей и, естественно, Украиной всегда были против газовых трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» по нескольким причинам. Но после того, как американские газовые и нефтяные компании недавно стали экспортерами энергоресурсов, особенно сланцевых, появилась новая веская причина – стать поперек «Северного потока». Разумеется, что такой санкционный удар по «Северному потоку-2» будет на руку американским энергетическим компаниям, которые очень хотят продавать свой газ и нефть в Европу. Для Трампа новые санкции, скорее всего, вписываются в его концепцию «America first» – американские национальные интересы превыше всего. Его громкое предвыборное обещание – создать новые рабочие места для американцев, в том числе в крупном отечественном энергетическом секторе. Только Германия не очень понимает, почему именно она должна расплачиваться за выполнение обещаний Трампа перед его избирателями. В четверг министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с беспрецедентно резким заявлением против США. «Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний. Энергоснабжение Европы – это дело Европы, а не США». Это заявление несколько противоречит громкому и безосновательному утверждению президента Путина, высказанное им недавно опубликованным интервью с Оливером Стоуном, что, мол, все европейские союзники США просто вассалы. Согласитесь, заявление Габриэла не очень вассальное. Как бы то ни было, если эти расширенные энергетические санкции будут приняты тампом, раскол между США и Германией, безусловно, усугубится. Про уже зияющий раскол между США и Россией мы просто промолчим. Конечно же, для России нет ничего хорошего в том, что американские сенаторы пытаются подорвать или, по крайней мере, препятствовать созданию «Северного потока-2». Но нет худа без добра. Если сенаторам удастся ввести эти энергетические санкции, последующий серьезный раскол в союзе Германии и США будет хотя бы одним геополитическим плюсом для России в этом новом санкционном витке. Только два сенатора проголосовали против новых антироссийских санкций. И примечательно, что один из них был Берни Сандерс, который баллотировался в президенты в прошлом году. Исходя из этого, получается, что именно Сандерс является истинным другом России, а не Трамп. Ой, как обидно. Оглядываясь назад, можно сказать, что России надо было Сандерса продвигать в Белый дом, а не этого ненадежного и корыстного Трампа. Майкл Бум. Известный американский независимый журналист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова